Конкурс «Воспитатель года» традиционно проходит в три этапа. Из 17 педагогов, подавших заявки на участие, в финал вышли пятеро. Среди них и Марина Козлова, воспитатель детского сада номер 120. Наверное, самое сложное – это собраться с духом, потому что если ты хочешь, это обязательно ты достигнешь этого, достигнешь своей цели. Финалистам предстояло справиться с несколькими заданиями. Для начала решить проблемную ситуацию. В качестве примера – кадры из фильма «Усатый нянь». Но финалистам конкурса, в отличие от киногероя, опыта не занимать. Поэтому с заданием они справились легко. Вообще знакомая ситуация. Очень часто встречаю сейчас ее, даже у меня в группе. А вот следующее задание уже сложнее. Воспитателям, привыкшим работать с детьми, предстояло вовлечь в игру не только детей, но и взрослых зрителей. Членам жюри пришлось нелегко. Каждый участник конкурса достоин победы. Они все талантливые, они все яркие. И, конечно, победит самый-самый достойный. Задача конкурса – не только определить лучшего педагога, но и повысить престиж профессии воспитателя. А еще дать возможность воспитателям проявить все свои способности. Спектр заданий, которые предлагает конкурс, он отражает очень многоплановые способности и компетентности педагогов дошкольного образования. Воспитателем года 2015 в Сочи стала Марина Козлова. Она и будет представлять курорт на краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани-2015», который пройдет в начале следующего года.